Наука и технологии на телерадиоканале Страна.ФМ Будем говорить о книге вашей, которая называется «История человечества в великих документах». Давайте так начнём. Вот эта книга вообще для кого изначально? Какая ваша целевая аудитория, если так можно сформулировать? Кто ваш читатель непосредственно в этой работе? Ну, действительно, вы правы, я учёный, и в основном я пишу книжки научные, которые читать нормальному человеку, психически здоровому довольно сложно. Неподготовленному. Да, поэтому научно-популярные книги писать гораздо интереснее, и они для более широкого круга читателей. Поэтому вот эта книга — это моя вторая научно-популярная книга. Я считаю, что она для именно широкого круга людей, которые интересуются историей, которым интересно узнавать что-то новое, которые хотят анализировать, разбираться. Мне кажется, что этого в нашем обществе серьёзно не хватает, и я решил восполнить этот пробел. Ну, смотрите, получается, это выжимка всего лучшего. То есть можно не прочитать, например, 100 книг, но прочитать эту одну. И ты более-менее будешь соображать что-то. Вы знаете, я всегда на этот вопрос так и формулирую ответ, что эта книга как меню. Из него можно узнать наиболее такие вот вкусные блюда того, что она приготовила за эти тысячелетия человеческая история. Классно. И если вам какие-то из них понравятся, то вы можете обратиться к первоисточникам и уже прочитать те документы, о которых идёт речь в книге, в оригинале. Это самое интересное, конечно. То есть сама по себе она просто путеводитель по тем наиболее интересным вещам и наиболее судьбоносным вещам, которые были написаны человеком на протяжении последних 5000 лет. Вот у нас приятно сегодня десерт, есть такой для нашей аудитории, потому что эту книгу можно будет выиграть, и мы чуть попозже расскажем как. Так что будьте с нами, со стороны ФМ. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, что такое документ в принципе? Ну, сейчас мы понимаем в современном мире, что это такое. У вас начало с древних времён, ну, по крайней мере, когда я открывала оголовление, смотрела, вот что считать документом в то время? Что это было? Да, совершенно верно. Я вообще придерживаюсь такого расширительного толкования термина «документ». Я считаю, что документом не обязательно должна быть какая-нибудь бумажка. С печатью. Да, с печатью. Это может быть, например, наскальная надпись, это может быть какой-то международный договор, это может быть и речь, потому что она тоже вошла как документальное подтверждение в какие-то исторические анналы. Это может быть даже банкнота, она тоже является документом, e-mail является документом. То есть, на самом деле, это история про то, как документы формировались от глиняных табличек до современных кодов компьютерных систем или криптовалюты. Вот о чём эта книга. Ну, это же грандиозная работа. Сколько времени вы потратили на подготовку материала для вот такой книги? Ну, писать — это недолго. Это недолго. Она не такая уж большая. Но подготовка... Ну, не подождите, не, не, стоп, стоп, недолго. Это как? Тут у всех укажется критерий. Лето стараюсь написать книжку, да. У меня... Ну, не три, там у меня лето расширенное такое, месяцев пять. Пять месяцев всё. Ну, обычно где-то так. Если ты впрягаешься, то можно написать за пять месяцев приличную книгу. Но вопрос в том, что подготовка, конечно, это гораздо большее количество времени, потому что ты должен изучить все эти документы, прочесть их в подлиннике, да. Я постарался, например, читать документы на языке оригинала. Я лингвист, поэтому я на многих языках могу читать. Ну, и мне хотелось, конечно, прочесть вот первоисточник, чтобы его понять. И понять, осмыслить, выбрать нужные документы. Документов изначально гораздо больше, чем сто. Их миллионы, поэтому нужно выбрать те, которые наиболее важные, можно сказать. Кирилл, единолично отбирали или были какие-то люди, может быть, эксперты, которые помогали? Вот давайте вот этот возьмём, этот не возьмём. Или это чисто ваше вот девяносто девять? Ну, у меня были, естественно, коллеги, приятели, друзья, которые приходили ко мне каждый со своими советами и наполняли вот этот первоначальный список. Я им за это очень благодарен, потому что они послужили, можно сказать, таким набором интересной информации. Какие-то из этих документов были включены, какие-то решительно отвергнуты. Но, тем не менее, я им очень благодарен, конечно. У нас небольшая пауза сейчас музыкальная. Друзья, будьте стороной ФМ, мы скоро вернёмся. Кирилл Бабаев в гостях у телерадиоканала «Страна ФМ». Учёный, доктор филологических наук и писатель. Мы сегодня говорим о чудесной книге. Мы её готовы отдать в умные руки. Да. Умному человеку. Для вашего интеллектуального стола. Да, для развития. И у нас сейчас будет вопрос в эфире. Прозвучит. Кирилл, пожалуйста. Да, я придумал такой вопрос. Ну, смотрите, все знают, что в России документы пишутся кириллицей. Так. Это наша письменность. Она была изобретена, понятное дело, Кириллом и Мефодием. Так вот, на каком языке писали Кирилл и Мефодий свои первые тексты на кириллице? На каком языке? На каком языке они писали свои первые тексты на кириллице? 8-909-928-1-89-9, смс ватсап вайбер и кириллицей напишите ваше имя, чтобы мы могли к вам обратиться. Да, мы выберем сообщение, правильно? Седьмое. Седьмое сообщение, да. Автор седьмого сообщения становится обладателем этой замечательной книги. Удачи вам. Что интересно, здесь такие факты проведены, вот мы вне эфира об этом поговорили, тоже аудитория наша хочется донести. Вы разбираете и первый фильм, и первое фото, которое вышло, это тоже является документом. Конечно, безусловно. Вот приведите пример, если я прям открываю, у вас тут и фотографии из фильма «Трое» и так далее. Вот если говорить о кино, что в книге об этом сказано? Да, совершенно верно. Вот смотрите, все знают, какую роль видеоиндустрии играет в мире на сегодняшний день, что такое кино для нас, что такое телевидение, что такое видео вообще. Все это пошло с того самого первого фильма, который был снят в 1895 году на фабрике «Люмьер», и критерии фильмов, которые в сегодняшний день есть в любом художественном фильме, например, они заложены были уже тогда, хотя это был фильм документальный, не постановочный. Но вот интересно именно как раз вычленять, откуда пошло то или иное явление, которое сегодня составляет нашу жизнь. Книга, на самом деле, именно об этом. Те явления, которые кажутся нам сегодня такими бытовыми, понятными, они когда-то ведь родились, когда-то была отправная точка. Это была сенсация, если о кино говорить. Поэтому, естественно, это первое фото, это первый фильм, это первая, например, кредитная карта, она тоже является документом. Об этом тоже можно почитать. Да, да, да. Вот, ну, то есть какие-то вещи, которые для нас сегодня составляют мир вокруг нас и нас самих. Кирилл, когда вы готовили книгу, все читали, эти факты подбирали, что для вас было самым ярким открытием, может быть, парадоксальным открытием? Вы знаете, сам процесс подготовки книг был чрезвычайно интересным, и открытия сыпались на меня каждый день. Потому что, понимаете, у нас валится огромный поток информации, исторической в том числе, в том числе и о тех документах, книгах, о которых идет речь в моей книжке. Но мы их никогда не читали в оригинале. Это очень интересно. Ну, например, там все знают, что такое домострой, да, но никто никогда не читал в оригинале полностью эту книгу. А ведь она очень интересная, и она очень хорошо описывает тогдашнюю жизнь и идеологию тогдашней жизни. Есть очень много интересных документов, в том числе по истории России, которые я пытаюсь на них обратить внимание в этой книге, которые сами по себе очень интересны, но они интересны тогда, когда ты начинаешь оценивать первоисточник, а не мнение об этом первоисточнике со стороны других людей. Вот это, по сути, самое, конечно, интересное. Здесь в книге расположены документы по хронологии. Совершенно верно. От самых древних, от глиняной таблички и до кода биткоина. Их 99. Всего их 99 собрано. Друзья, даже здесь есть тексты песен Светланы Лободы. Ну, да, это... Тут надо дать понять, что вы обсуждаете рифму, да? Да, совершенно верно. Текст посвящен рифме, это текст про человека, который изобрел рифму. Как таковую. Рифма — основа современной поэзии на протяжении уже многих столетий. Но есть человек, который впервые стал писать рифмой. Жил он в Аравии когда-то. И я показываю то, с чего начиналась рифма, и то, к чему она, собственно говоря, пришла. К настоящему моменту. Да. Я нашел, знаешь, в интернете самые глупые рифмы. И одну из них я выбрал, потому что она абсолютный чемпион, и указал в этой книге, естественно. Света с победой. Поздравляем. А вы даже не знали, что это Светлана, да, означает? Я не знал, что это Светлана Лобода, да, но мне потом сообщили об этом доброжелатели. Друзья, маленькая пауза, мы вам сообщаем, после которой вернемся к общению с Кириллом. Любители хорошей литературы и истории, смотрите, слушайте «Страну.ФМ» и приобретайте чудесные книги, например, «Историю человечества в великих документах». Сегодня мы говорим об этой книге, которую написал Кирилл Бабаев. Можно ее и выиграть. Кирилл, давайте повторим вопрос еще раз, который мы на розыгрыш придумали. Давайте. Люди, которые разработали наш с вами шрифт Кириллица, это Кирилл и Мефодий. А вопрос заключается в том, на каком языке они писали первые тексты Кириллицей? 909-928-189-9. Ватсап, вайбер, смс. Пишите. Седьмое правильное сообщение у нас окажется сегодня победным. Мы подарим вам вот такую книгу замечательную. Книга, между прочим, в продаже. Ее можно приобрести в книжных магазинах в бумажном виде. Можно ее скачать, заплатив денежку в электронной версии. И готовится аудиоверсия. Расскажите об этом. Сейчас издательство «Эксмо» готовит аудиокнигу. Мы выбрали формат, как это будет звучать. Выбрали человека, который будет озвучивать. Это актер Сергей Ганин. Сейчас идет работа, я с ним очень активно консультируюсь. Там не всегда просто это, потому что там приводятся некие цитаты, в том числе и на иностранных языках. Их нужно знать, как озвучивать, как ударение ставить. Но лингвист всегда подскажет. Да, я с удовольствием. Как дождать версию аудио? Ну, это не от меня, к сожалению, зависит. Я надеюсь, что очень скоро, в течение месяца. Скажите, пожалуйста, вот смотрите, эта книга для детей, для школьников, даже так, наверное, подходит? Она понятна будет молодому поколению? С какого возраста можно ее подарить? Ну, зависит от школьника. Самые странные школьники вроде меня, я читал, например, в 12 лет и Карамзина, так сказать, в первоисточнике. Вопрос в том, что если человеку интересно, конечно, он освоит материал. Книга написана легким языком. Я специально старался сделать так, чтобы там в ней был и юмор, и чтобы язык не был достаточно тяжелым, научным. В принципе, конечно, мне бы хотелось, чтобы и подрастающее поколение как-то осваивало историю, и, главное, училось анализировать историю. Потому что, с моей точки зрения, история — это не факты, не набор цифр и имен. А это просто анализ. Это некий анализ человеческого поведения в тех или иных ситуациях. Поэтому этим она интересна. Любое событие можно анализировать, причем с разных точек зрения. И вот это как раз интересно. Но для меня, например, вопрос, как тот или иной документ повлиял на нашу сегодняшнюю жизнь и был главным при написании этой книги. То есть проанализировать документ не с точки зрения его происхождения, авторства, истории, а с точки зрения его влияния на нашу сегодняшнюю жизнь. Почему мы здесь и почему мы такие? А почему именно такие? Книга отвечает на этот вопрос. Вот смотрите, если вообще говорить про школьное образование, историческое, вот достаточно системное оно, на ваш взгляд, или нет? Получается, ведь люди, если они не историки, не выбирают эту профессию, ну, скажем так, не изучают ее профессионально, вот их навык — это то, что они изучили за 10 лет в школе, за 11 потом... Определенный объем информации. Ну да, какие-то курсы бывают, они смешаны не всегда. Ты видишь, что это один период вообще, историю, хотя это зарубежный урок, зарубежные истории, вот вроде отечественные истории. Вот ваша оценка такая, экспертная. Мне просто интересно. Ну, конечно, наша школа серьезно не дотягивает, с моей точки зрения, до современного понимания истории. Мне кажется, что история должна учить думать. А почему? Потому что курсов мало, часов мало. Нет-нет, просто методика другая. То есть история должна учить человека думать. Вот она должна учить его анализировать эти события, не просто зазубривать, что после чего случилось. хотя бы даже соотносить хронологию тех или иных вещей, происходивших, например, в России и в Европе. Что было в этот момент в России, что было в Европе, что было в Китае. И что-то вообще один год, например. Да, например, в течение одного и того же года. То есть этот вот анализ того, что из чего произошло, почему случилось именно так, почему стало возможным вот это событие, или почему этот человек возник именно в том веке, в котором он действовал. Вот мне кажется, что история была бы для школьников самих гораздо интереснее, если бы обучали именно этому. А не просто зазубривать даты, потому что большинство людей к датам относятся негативно, не выучивает их после школы, это все быстро пропадает. И человек не представляет себе, что, собственно, было в 14 веке в России. Что? Я как раз хотел бы заинтересовать людей именно пониманием того, как все происходило в динамике, почему именно так, почему вот Россия, скажем, пошла по такому-то пути, в какие у нее были развилки. Зачем она вступила в Первую мировую войну? Зачем вступила в Первую, как из этого произошла Вторая и тому подобное. То есть вот книга как раз это моя попытка вызвать эти мысли у человека. Друзья, у нас будут и другие созидательные мысли, но сейчас мысли о том, как же сделать небольшую паузу. Давайте ее сделаем, потом продолжим. Дамы и господа, мы продолжаем общаться. Кирилл Бабаев, ученый, доктор филологических наук, в гостях у Страны ФМ, писатель и автор замечательной книги, от которой не может оторваться Лиза Калинина. Я просто хотела начать с того, что первым документом является «Глиняная табличка». Около, тут написано, ну, 3200 год до нашей эры. Это первое, с чего вы решили начать. Какую табличку взяли за пример? Есть ли какой-то конкретный вид документа? Кто переводил табличку? Это не я решил начать, человечество решило начать. Понятно, если вы выбирали какие-то примеры. Письменность была изобретена, полагают, что писемность была изобретена примерно одновременно в Древнем Египте и в Междуречии. Ну, так как сложно определить конкретную дату, когда это пришло кому-то в голову, но, во всяком случае, где-то вот в промежутке в конце 4-го тысячелетия до нашей эры. И глиняные таблички, самые древние, они содержат в основном пиктограммы, то есть рисунками обозначали те или иные вещи. И так как это были складские документы, по всей вероятности, первым писцом был бухгалтер, автором первого документа, который у меня там в этой книге публикуется, скорее всего, был бухгалтер, счетовод. Он работал в каком-то храме. Такой S1 местный, наверное, у них там был. Да, 1S. 1S. Он работал в каком-то храме, ему нужно было учитывать то, что ему приносят граждане в качестве жертв, налогов и так далее. И он, скажем, нарисовал корову и рядом нарисовал 5 палочек. Вот получилось 5 коров. Ну и потом, соответственно, все это усложняется и усложняется, и постепенно человек приходит к развернутой системе письма. Вот там об этом именно и рассказывается. А потом приходит к смайликам и эмоджи. Хотя, конечно, легенды, они совершенно по-другому построены. Там говорится о том, что когда цари соревновались друг с другом, кто кого переспорит с точки зрения красоты речи, и один из них изобрел такую громоподобную речь, которую посланник его не мог никак запомнить. Тогда он плюнул на все этот царь и написал ему эту речь, чтобы он ее запомнил. Вот так произошло письмо согласно шумерской легенде. Хорошо, с первым документом понятно. Последний, 99-й, это код полусинтетического организма. Почему на нем именно вы остановились? Его выбрали? Да, ну, начнем с того, что вообще книга предполагалась как сотня великих документов, но потом мне пришла в голову мысль, что на самом деле история-то продолжается, и заканчивать ее на какой-то ровной цифре невозможно. Сотый документ еще не написан. Может быть, он будет написан в нашем поколении, может быть, он будет написан кем-то из тех, кто слушает сейчас нашу передачу с вами. Но я решил остановиться на коде полусинтетического организма, потому что я считаю, что это одно из грандиозных открытий последних лет. Этот код, он сам по себе довольно короткий, но он олицетворяет целую смену эпох, потому что впервые мы можем изобретать организмы. Не использовать те организмы, которые подарила природа, а изобретать их и формировать сами. Ну, конечно, это настоящая революция, и об этом стоит задуматься. Что-то еще сейчас готовите к публикации? Будет ли, допустим, вторая сотня документов? Ну, у меня были разные идеи научно-покулярных книг. На это нужно очень много всего. Нужно время, нужна хорошая, качественная идея. Нужно, естественно, иметь возможность перелопатить довольно большое количество всяких сведений. Вам не привыкать, Кирилл, да. Ну, вот, пишу я все время что-нибудь. Вот у меня сейчас вышла еще книжка про введение в африканское языкознание, учебник. Ну, это научные книги, конечно. Это уже лингвисты ставят лайк, конечно, да. Вы смотрите, вот Рома хорошую тему затронул, что сейчас ведь, правда, письмо как таковое уходит, мы используем смартфоны, и часто сообщения становятся весьма короткими. Вот, в принципе, первый чат, первая вот эта вот символика, ее тоже можно отнести к документам. Вот первый такой электронный мессенджер. Ну, конечно, каждая смска, каждое сообщение, которое вы отсылаете, оно является документом. Так или иначе. Ну, вот раньше, например, смотрите, жрецы переписывались, да, один другому написал табличку глиняную и несет слуга. Сейчас то же самое, смайлик. Да, совершенно верно. Там есть, например, один из документов этой книги, это первый e-mail. Для человека, который его написал, он был пробным e-mail, он отправлял сообщение с одного компьютера на другой в одном и том же кабинете. И когда его спросили, а что, собственно, ты написал-то в этом самом первом историческом документе? Он говорит, ну, я кверти написал первые вот символы верхней строки, да. И отправил, чтобы проверить. Вот таким образом e-mail вошел в историю. То, что, допустим, сейчас люди используют такую упрощенную схему, вот к вам как, ну, вы не историк, вы себя не называете историком, но тем не менее вы этим занимаетесь. Это в какой-то степени наша деградация? Деградация? Что мы так упрощаем все? Ну, понимаете... И не высказывай мысль целиком. Да, я понимаю. Можно сказать о том, что наше общество движется там вниз в каком-то отношении, можно сказать, что вверх. Но с моей точки зрения, это просто развитие. Это просто переход к новым системам. Когда-то люди писали длинные письма. Во-первых, в строках моего письма и так далее, вплоть до с любовью, там такая-то. Сейчас это более короткие сообщения, которыми люди обмениваются, перебрасываются каждые две секунды. Зато быстро очень. Да, быстро. Видите, сейчас возникает культура вот этих эмодзи. Да, там я вот пока еще в ней не разобрался, что это за обезьяны такие. Но, тем не менее, это просто некий новый виток нашей культуры. Скажем, тут нельзя сказать, более он развитый или менее развитый, или мы превращаемся в недоразвитых людей. Когда переходим обратно к пиктограммам, с которых мы, собственно, и начинали. Шумеры нас бы поняли. Ну так. Надеюсь. Друзья, у нас сейчас маленькая пауза, после которой мы продолжим на русском. И узнаем имена победителей, кто же книгу получит в руки. Расскажем, кто заберет этот шедевр. Будьте с нами. Наука и технологии. На телерадиоканале Страна.ФМ. Друзья, по-прежнему в гостях у телерадиоканала Страна.ФМ Кирилл Бабаев и его замечательная книга. Мы сейчас кому-то ее будем вручать. Повторяем вопрос, Кирилл. Давайте. Какой у нас был? Давайте еще раз. Изобретатели кириллической письменности Кирилла Мефодия писали свои первые тексты кириллицей на каком-то языке. Что это был за язык? И язык это был старо-славянский. Правильно? Точно, абсолютно правильно. И мы с удовольствием чествуем нашего победителя. У нас ответила правильно Мария Богомазова из Москвы. Мария, мы вас поздравляем от души. Так что вот вам подарок такой. Приезжайте, книга будет вас ждать. И просвещайтесь, конечно. Мне всегда интересно, когда люди создают вот такие интересные вещи, как они живут сами. Вот как изучение истории происходит у вас? Вы следите, смотрите постоянно какие-то исторические программы, читаете книги. У вас какой-то режим, что вот по субботам я делаю то-то, то-то. Или это достаточно хаотичный такой интерес? День по строчке или по странице. Ну да, есть ли у вас система в этом? В освоении материала не может быть системы. Это происходит постоянно. Конечно, я много читаю. Я, честно говоря, с детства очень увлечен историей. Всегда у меня была мечта написать историю человечества. И вот она наконец сбылась. Я сейчас довольно много уделяю этому времени. Это в основном происходит, честно говоря, в транспорте. Я много летаю, много езжу. И вот благодаря путешествиям есть время. Поэтому имеется хотя бы какое-то время, чтобы что-то почитать и следить за чем-то. Ну, я еще занимаюсь, ведь, плотно другими науками. Я вот лингвист, этнограф, поэтому мне еще в этом смысле приходится довольно много материала перелопать. Но мне кажется, если нравится, то всегда найдется время. И возможности. Ну, конечно. Вы сказали, что вы человек результата. То есть, понимаете, одно дело просто изучать и, да, там разбираться, а другое дело еще и книжечку выпустить, например, и еще какую, большую, статус документов в 99-е. Ну, конечно, естественно. Я считаю, что если я что-то усваиваю, какой-то материал, изучаю что-то, у меня формируются впечатления, у меня формируются интересные мысли. С этими мыслями надо поделиться. Из каждого изучения должен какой-то продукт выходить. Вот я занимался африканскими языками. Я выпустил учебник по африканскому языкознанию. Занимался историей человечества. Вот я, скажем, выпустил на эту тему книгу, прочел лекцию, съездил на какой-то там, провел семинары какие-то на эту тему. Мне кажется, что все это должно результировать в какие-то продукты. Они не только для общества, они и для себя. Кирилл, по каким темам и где пройдут семинары у вас в ближайшее время? Встречи, может быть, мастер-классы? Я, честно говоря, довольно много езжу, читаю различных лекций. В основном научно-популярных, в том числе и по стране. После того, как я получил за первую свою научно-популярную книгу про Африку, про святителя, премию про святитель, я ездил довольно много, они меня приглашали по стране. Я был там и в Иркутске, и в Казани, и в Ленинграде, и в Тольятти. Вот я недавно ездил, читал тоже лекции. Ну, это интересно, потому что ты получаешь какую-то обратную связь от людей, что им интересно, что менее интересно, что им бы хотелось узнать. О том, где будет ближайшая лекция, как люди понимают? Где сидят? Да, можно в Фейсбуке ко мне обратиться, я там всегда анонсирую такие вещи. Расскажите, поделитесь, да, куда приезжать, куда ехать. Спасибо вам огромное, безумно интересно, но напоследок тоже вот хочется аудиторию вашу, нашей, рассказать. Сколько языков вы знаете? Ну, это сложный вопрос. Говорить можно примерно 10-12 языков. 10-12 языков? Но о некоторых языках не с кем поговорить. Латынь, деревне, греческий. Я на них хорошо читаю. Зачем? А, вот, чтобы читать. Ну, конечно, читать, писать. Документы разбирать. Ну, да, документы, скажем, некоторые из этих документов в книге, они написаны на латыни, я их читал на латыни, или аду я читал по гречески, и мне это доставляет огромное удовольствие. 10-12 языков. И еще один момент. Ведь вы не историк изначально. Нет, я изначально международник, специалист по востоковедению. То есть история, по большому счету, это просто ваш интерес, ваше хобби. Ну, я ученый, я занимаюсь так или иначе историей языка, я по этому поводу защищал докторскую диссертацию, поэтому в какой-то степени историк тоже. Кроме того, друзья, ученый играет и на гитаре, и на фортепьяно. Может быть, еще на чем-то? Нет, слава богу, больше ни о чем. Мои соседи точно повесились. На вашем соседнем отдельный привет. Что можно пожелать будущим читателям этой книги? Какое-то напутствие, может быть, от автора. Ну, конечно, читайте, думайте, узнавайте новое и попытайтесь анализировать так, чтобы представлять себе, что у каждой вещи есть свой первоисточник, есть то, с чего она началась. То, с чего она началась. Дорогие друзья, все... Чувствуешь себя как-то неловко рядом с Кириллом? Вот кажется, что что-то ты не успеваешь. Вот, Кирилл, спасибо вам большое. Вы как пример, вы знаете, как маячок такой. Мне хочется посмотреть, что там сказал Черчилль, потому что он на обложке, по крайней мере, что именно... Что, кстати, он там сказал? Здесь есть фултонская речь Черчилля, которая считается условным началом Холодной войны в 1946 году, где он разделил мир на коммунистический и западный и призвал западный мир объединиться против Советского Союза. Вот эта историческая речь, про нее здесь тоже много чего написано. Это очень интересно. Мне кажется, что если люди изучают историю в школе, необходимо ее тоже дополнить к школьной программе. Я надеюсь, что также услышат ваше пожелание, чтобы был какой-то анализ, чтобы... Да, сейчас учитель историк, историк какой-нибудь грамотный, уже заказывает книгу в интернете и делится со своими учениками. И, возможно, главы из этой книги тоже будут зачитываться, ну, где-нибудь на школьных собраниях любителями истории. Для этого она и писалась, конечно. Спасибо вам огромное. Кирилл, мы желаем вам такого же развития, что самое главное, и чтобы был всегда результат, ну, в данном случае, в виде книг, лекций и так далее, потому что это всегда мотивирует и стимулирует, что есть такие ученые, исследователи. Спасибо вам огромное. Друзья, я хочу напомнить, у нас в гостях был сегодня ученый, доктор филологических наук Кирилл Бабаев. И читайте книги, развивайтесь. Спасибо, Кирилл. Спасибо. Спасибо вам. До новых встреч. Спасибо огромное. Субтитры сделал DimaTorzok